друзья всем здравствуйте всем ассалам алейкум нахожусь я возле метро просвет прощения сзади меня торговый комплекс норд я нахожусь в павильоне торговом сегодня льет дождь желаю вам приятного просмотра смотрите этот ролик до конца ставьте лайки пишите комментарии это ролик будет необычным тем то что в одной локации состоит четыре точки одного предпринимателя 4 точки одного предпринимателя они стоят они а совершенно в одном павильоне неподалеку друг от друга то есть необычный необычный формат плане того то что как бы все четыре точки рядом то есть конкуренция не требуется как конкуренция вот нет короче в общем этого это будет не реклама мне за это никто не платил поэтому смотрите до конца я думаю ролик получится интересным будет лепешка из тандыра самса из тандыра в общем все меню постараюсь заснять показать вот все заваривайте чаечек садитесь усаживайтесь не знаю кто едет дороги кто там хочет покушать кто хочет что неважно что в общем усаживайтесь поудобнее садитесь ложитесь неважно так смотрите до конца будет очень интересно вот норд а вот павильон мы начинаем 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 начинать здесь вот узбекская кухня это все одного хозяина я вам сейчас покажу пробегусь одна . здесь а вторая . идем дальше чтобы вы понимали все это одного хозяина так вот сеть пекарень хлеб давыдович а здесь у них еще в конце есть любимая рубрика шаверма шаверма хаус в общем вот так она выглядит в общем так получается у него раз два четыре точки в одном павильоне этого хозяина вот так вот выглядит все вокруг чтобы вам было понятней начну я сейчас зайду в первую кафешку посмотрим что они там готовят сейчас вот одно из помещений заведений чайхана из фара келя дончики там старичок бабай очень прикольный рисунок и вот ознакомимся с в меню для меня было интересным на рынок если кто не знает на рынок это вроде как бы по моему это нарезанное тесто с к мясо и конинины так ну подается к нему бульон должен подаваться ну и шашочки вот здесь вот такое меню довольно таки ассортимент есть есть из чего выбрать так так у них выглядит здесь походу первое помещение ориентировано на шашички больше потому здесь на витрине шашички стоят вот по шашикам кому интересно по шашикам вот 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 на нары режут тесто цель для вас на соми даже не познакомились как вас зовут меня зовут нахова у нахова все это мясо конина это мясо говядина с бараниной здесь они на нем Вот он делаем гляндию. Тесто вы делаете как? Как на маммане или манты? Или другое тесто? Тесто чуть-чуть отлегчается. Мы делаем тоже. Так же катаем на рынке. Как на манты катаем. Потом режем, варим ее. На своем бульоне, где мясо отварили. В этом бульоне мы тесто варим. Потом ее чуть-чуть сушим, маслом мажем. Потом уже режем. Прикольно. Вот, ребята, о чем я говорю. Вот что такое на рынке. Кому интересно, то будете писать, что такое на рынке. Многие, я думаю, знают. Для вашего понимания. Это все отваренное тесто. В бульоне мясо. Смешивается и получается вот такое вот. Все вы можете приобрести в этом заведении. Точнее, в одном из заведений. Я думаю, в каждой точке, в которой здесь киевский, можно, наверное, закупать. Да, здесь вот у нас в этом кафе делается. Да, здесь вот у нас в этом кафе делается. Жены везде, конечно. Друзья, вышли, идем второе заведение проведать. Заходите. Что здесь? Чайхана из фара. Вот так, блядь, здесь вот этот же дедушка. Это же меню. Меню можете посмотреть. Ну, я засниму еще раз. Меню шлем нужно. Вышли оттуда, идем в Шаверма Хаус. Лепешки и самсу из тандыра оставим напоследок. Вот, друзья, истина, истина вот это. Самса, лепешки. Это же меню. Пока я сижу, жду процесс, процесс приготовления лепешки и самсу. Какую-то часть они сделали, то есть, и теперь они ждут, ну, пока продукция не уйдет. То есть, они делают партиями, партия подается, они, то есть, сделают еще раз. Поэтому я пока сижу, жду. Кое-какое время сказали подождать, пока не начнут новый процесс приготовления лепешек, самсы. Поэтому приходится сидеть, ждать. Вот, решил это видео записать и объяснить, что к чему. Не знаю, сколько я здесь еще просижу и не знаю, что получится с этим видео. Что получится дальше, да. Думаю, все-таки я дождусь и засниму самсу из тандыра, лепешки из тандыра. Что вы это увидели. Да, и пока я тут сижу, решил задать вам вопрос. Какое ваше любимое блюдо из узбекской кухни? Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Делают лепешечки. А поскольку делаете в день лепешек? 350. 350. 350 лепешек. Хорошо, как вот так. Да, вот там дырчики. Два там дыра, один для самсы, один для лепешек получается, да? Да. Давай, вот в бане тандыр, сколько лезет лепешек? 40 штук. Полные 40 штук. А сейчас там есть что-то внутри? Где там? Нет. А здесь у нас вот самсушечки уже готовы в виде. А изнутри вот. Сколько видов самсы здесь? Здесь четыре вида. Четыре вида? Это считаю самсу. А с самсу пять, это получается. А с чем? С тыквой, даже с зеленью у вас есть? С улицей и с горячей. А с бараньей, это соев. Нет, бараньей, это соев. Здравствуйте. И плюшку. Здесь ребята у нас заготовки делают для самсы. Правильно я понимаю? Да, да. А сколько в день самсы делаете? Шестьсот, семьсот. Шестьсот, семьсот? Да. А до тысячи доходило? Тысячи доходило? Да, тысячи тоже будет. Наверное, много продажи, да? Да. Само. Тандыр что-нибудь есть? Нет. Нет? Просто разогреваешь, да? Сейчас, через час будем конвейер. Все. Есть. Ребята, как, не знаю, как лобот, конвейер просто. Самсу. Да, нехило. Если по семьсот, если до тысячи доходят, то это нормально. Руки качает нельзя нормально. Никакой заму не нужен. Фитнес-хаус. Сколько у вас сменит? Два человека работаете на самсе? Да. Один, получается, на лепешке? Да, да. Один заход сто штук, да? Да, сто штук, да. Получается, семь-восемь раз, да, вот так делаете? Да, да, да. Остально, целый камер будет. А начинку все, вы тоже сами делаете, да? Нарисаете? Ночной? А, ночная смена, да, вот так. Да, ночной, то есть, уже за годом поднимай. Ну, ночной. Ночной и делай, да, самса. Да, самса не делай. Сколько мы делаем? Сколько килограмм нашел за этот? Вот, в день. В день? Дело самса? Да, чисто для самса. Дело самса? Да. Сорок? Пятьдесят? Это говядина, да? Да, говядина. Сорок? Нормально так, сорок, пятьдесят килограмм. Да. День. О-о-о, полбочка, считай, нет. За два дня здорового быка нету. Это с говядина, правильно? Да. Да, ребята. Нормально. Руки, посмотрите, прокачиваются. Суть, трицепсы. Машина, машина просто. Сколько уже так работаете по времени? Время? Да. Тринадцатый наш. Нет, по времени... Сколько лет уже? Месяцев, не знаю. Два. Два месяца. Два года, да? Да, два года. Скажи? Два года вот так будут стоять. Раскатываем. Да, нормально. Да, нормально. Полна, короче. Сам сушку делаю. А тесто замешиваете в этом, да? Тесто. Домесит, получается. Домесите. Тесто, где стоит для лепешки, да? Да, для лепешки. Тесто, где стоит для лепешки, да? Да, для лепешки. А что в тесто входит? Соль, мука, вода? Соль, мука, вода. Друзья есть? Нет, только яйцо. А, яйцо? Да. Масло. Масло. Масло посовочное? Да, посовочное. Не все? Не все. Так, ребят, так что не жалуйтесь, я устал на работе. Вот люди работают. По 700, по 700 штук. Где-нибудь так раскатать. От моих получается, ну, грубо говоря, по 400 штук надо раскатать. Здесь у нас процесс идет. Паргатурка репешек. Это кунжутом посыпали. Правильно? Все, уже раскатал. Люди попросили лица их не снимать, поэтому я как-то не акцент не ставлю на их лицах. У нас там передал же? Там что-то тент достает. Сверху. Сверху. Все закладывать будешь? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Оно уже отдохнуло, да, уже все. Сколько там ампери градусов? На больше, наверное, 300-300, наверное. Да, 180-500, наверное. Да нет, больше. Наверное, больше. Больше, потому что комбиктоматы, вот, работа на 180-160, ну, пирожки на 160-180, а здесь это больше. Да нет. Да нет. Да нет. Да нет. Сколько лет там дрова уже? Шесть месяцев. Шесть месяцев. Шесть месяцев. Шесть месяцев. То есть, новую, да, там, по почте. А до этого? До этого стоял? Не смешно. Поменяли, да? Да. Шесть месяцев. На каждой полпоза. Это ремень. Хорошо. О-, да. Ну да. Ну да. Да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Все, ровно 4 минуты и 100. Вот, сам сушим в стандыре. Нормально-нормально. Все, на 20 минут. Сушим в стандыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ 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 ну что друзья вот пришло время пробовать самсу вот так она довольно таки здоровая смотрите вот рука моя а вот самса только что и стандыра попробую сейчас только что с печи не подогревали нигде не микроволновки не еще где были бы сейчас попробую именно самсу стандыра которая так долго ждал я уже брал как-то у них она была вкусная сейчас я вот при вас пробую самсу соусом это у них светят метро проспект просвещения по правую руку будет первая точка в этом павильоне я сижу здесь это просто не знаю блин спасибо ребят что очень вкусная самса прям ностальгия в памяти конечно же об узбекистане мясо начинка начинки больше чем тесто как они сказали 105 грамм начинки и 160 грамм 105 грамм теста 160 грамм начинки вот полтора раза почти больше начинки просто заливаю прям туда соусом чувствуется жил пару прям такое то что надо и я хочу обратить внимание то что то что то здесь самса крепляется здесь нету толстого соя тесто немаловажно где-то я уже пробовал там было прям на боку к большой к то есть где крепляется закрывается самса там было большой кусок тест здесь же нет этого обратите внимание у нас сочная сок прям льется изнутри я еще соуса добавил чтобы настыл самсала сама по себе сочная однозначно сейчас я попью чайка после этого на просвете кто будет рекомендую попробовать так что думаю вы не пожалеете что хочу сказать друзья одна из лучших самсы моем списке самсы ставят больше она расширяется так что будете на районе метро проспект просвещения заходите угол пересечения хашимина проспект просвещения на стыке короче увидите если по внимательно посмотрите мое видео обязательно поймете где это находится под видео я оставлю точный адрес так что добро пожаловать приезжайте попробовать самса стоит 90 рублей вот именно из стандыров 90 рублей что еще большой выбор самсы самса из млока это шпинат из тыквы из курицы любители из говядины это слоеное но это же слоеное из неслоеное из снабы раз говядины 90 рублей а все сном сли там по моему слоен по 60 рублей стоит так что вот с вас свои костики если это было видео для вас чем-то приятным или полезным напишите приятный комментарий хочу пожелать владельцу этого заведения хамиду процветания и успехов спасибо за предоставленную съемку также подписывайтесь на мой инстаграм который я оставлю под этим видео в описании всем удачи и здоровья до новых встреч